Друзья, всем привет! Вы долго ждали это видео, оно будет большое. Я снимал уже подобное видео на тему топ ликвидных автомобилей. Это те машины, с которыми мне приходилось работать, перепродавать. И я сделал, по-моему, то видео на час десять, и это будет подобный материал. Давайте сразу, как с ним работать. Вы можете останавливать его, перематывать, записывать, делать себе пометки для того, чтобы ваша деятельность или покупка автомобиля, неважно, будь то для перепродажи, или вы занимаетесь автоподбором, или вы хотите машину себе купить. На самом деле это не принципиально. Это тот материал, который поможет вам в любом из этих случаев. Это будет видео, мой опыт, моя практика за 12 лет работы. Неликвидные машины. Вот это все я буду перечислять, те машины, которые я считаю неликвидными, которые надо внимательно покупать, а может быть лучше даже отказаться от покупки. Очень важный момент. Я здесь не буду перечислять, вот, типа, вот эта машина, именно эта неликвидная. Какие-то буду, а какие-то вы должны читать между срок концепция. И плюс к этому времена разные. Вот, допустим, взять сейчас, а на данный момент конец 23-го года, уже, можно сказать, начало 24-го, вы и в том числе в 24-м будете смотреть. Сейчас, в принципе, понятие неликвидная машина, это очень такое размытое понятие, потому что машины в спросе, да, люди покупают автомобили очень, ну, не то что по активно, но берут все практически, потому что если хорошая цена, то понятие ликвидности, конечно, отпадает. Но, тем не менее, да, есть все равно более ликвидные, быстро продаваемые машины, есть машины, которые продаются долго. Ну, давайте, не буду вас томить, начнем, пойдем сразу к делу. Начнем с нашего российского автопрома. Понятно, что вот весь вообще российский автопром в принципе ликвидный. Почему? Да потому что дешевая цена, понятные дешевые запчасти, обслуживание, можно на коленке в гараже у себя поменять подвеску, и это вроде все понятно. Но есть все равно машины, которые, я скажу, что надо вот внимательно и покупать, их вдумчиво, и я больше не буду говорить эту фразу в течение видео, чтобы не лить эту воду, да, все вот, все это будет относиться к этим машинам. Lada Largus. Почему? Есть моторы, и вообще не только на Lada Largus, есть Renault мотор, есть наш Vazовский мотор. Vazовский мотор, он менее ликвидный всегда, и продается сложнее. Хотя его тоже берут, но если вы покупаете, допустим, Largus, всегда сопоставляете. Например, если есть в продаже машины с мотором Renault, и вы покупаете с мотором Lada, ну, Vazовским мотором, то Vazовский будет всегда дешевле. То есть, имейте в виду. И то же самое касается других моделей Vaz. Вообще все, да, жиги, они ликвидные, но, допустим, если вы покупаете с Vazовским Largus, тем более какой-нибудь пятиместный, пустой, то это будет история так себе. Дальше. Vaz в пустых комплектациях всегда продается сложнее. Дорогие Нивы. Это отдельная категория. Смотрите, что такое Нива? Это такая машина, которую люди берут, вот, ездить в лес, вот сюда, чтобы ты съехал и поехал по лесу. А гонять вот сюда, там, миллион рублей по лесу, ну, не у всех деньги есть в колхоз, в деревню. Поэтому дорогие Нивы продаются сложнее. Ну, тоже продаются, но это всегда такая более сложная позиция. Уаз Патриот. Вообще, это вроде как ликвидная машина, я их продавал много, но тут есть, опять же, тонкость. Если вы берете Патриот, например, Пикап, или какой-нибудь Патрик, ну, вообще, вот, сгнивший, полусгнивший, или весь вот текущие мосты, мертвый мотор, или же, вот, опять же, дизель. Есть и вековский дизель, который любят, который классный, а есть дизель наш, российский. И вот его менее любят. Поэтому, когда покупаете Патриот, будьте внимательны, что в нем. И также, дорогой Патриот, ну, вот, опять же, если у человека есть, там, миллион, пятьсот, полтора ляма рублей, ну, сейчас это не так много, но, тем не менее, у него выбор, или купить, пускай, там, более-менее, там, какой-то поддержанный Митсубиси, даже старый, какой-нибудь Паджерик, там, я не знаю, да, или новый Патриот. Тем более, если Пикап, да, ну, не все готовы, вот, покупать какой-нибудь, там, за полтора ляма Пикап Патриот. Опять же, это просто узкий сегмент, узкая аудитория, поэтому эта машина просто считается менее ликвидной. Если на этом моменте вы еще смотрите, то, скорее всего, вы задумались о покупке, перепродаже автомобилей, вам понадобятся вот такие гаджеты, да, вот, хорошие толщиномеры, что тот, что этот, этот подключается по Bluetooth к телефону, ну, и, соответственно, он подороже, этот чуть подешевле, но тоже очень хороший, качественный. По ссылочкам в описании вы можете купить, и еще бонусом вы получаете в подарок курс по перепродаже авто, то, где очень много материала, который поможет вам разобраться в авторынке и быть профессионалом. По российским машинам, конечно, можно много сюда вкраплять каких-то деталей, типа, какая-нибудь буханка, УАЗ, да, но хотя на нее всегда есть свой клиент, и не сказать то, что это прям не ликвидка, но всегда просто в российских, еще раз давайте я подытожу, смотрите на нюансы, вот, какой мотор у нее, ВАЗовский или какой-то альтернативный, да, который считается более интересным, ликвидным по продаваемости, ну, и также комплектация. Теперь перейдем к европейцам. Ауди. Вот все Ауди моделей непонятных, вот эти А5, А7, А8, Q7, ТТ, С3, С4, С5, С6, и вот все вот в этом духе. Стоп. Я понимаю, сейчас кто-то когда-то продавал какую-нибудь там С5 или А5, А5, ну, А5, А5, ну, она же вроде ликвидная, ну, Игорь, о чем-то, они же вот тоже продаются, да, ребят, но, смотрите, это вот если мы берем А6, ты ее купил, в принципе, она там и на дяденьку, и на парня, и на девушку, ну, то есть это понятная машина. А5, у нее очень узкий сегмент, и там люди, которые прошаренные, они вот тебе все мозги вынесут, они знают, где что, в каких блоках читать пробеги, потому что А5, ну, не покупает как там первую машину или какой-нибудь А7, да, или вот, допустим, Q7, тоже. Есть дизельная Q7, она более ликвидная, потому что все-таки дизель, он там более надежный, экономичный, ну, вот эта вся песня. А бензиновая Q7, налоговая, которая прожорливая, и которая, если у тебя умирает мотор, у меня вот одного знакомого стоит, я не знаю, до сих пор нет, ну, по ремонтам он ее натаскал там, мотор встал у нее, там ценники, вы понимаете, мотор может стоить как пол Q7 этой машины. И поэтому вот эти модели между ряди, давайте их назовем так, вот есть, допустим, рядовые модели А3, А4, А6, они понятные, а вот эти между рядные модели, они все всегда под вопросом. И там, если вы их покупаете, просто всегда обязательно смотрите на их состояние, вот прям под микроскопом рассматривайте, так как там люди все приезжают прошаренные. И изучайте вот моменты с моторами, так как там каждый мотор, он под вопросом, насколько он ликвидный. То же самое вот эти S, вся линейка S. Там вообще, допустим, стоит блок от Lamborghini. Это, с одной стороны, прикольно. Но давайте представим, машина у вас с какого-нибудь 2008 года с блоком от Lamborghini, и этот блок у вас накрывается. Вы понимаете, что у вас медным тазом вся ваша жизнь накрывается, и ваша перекупская деятельность, или если вы себе хотели купить, погонять, да. То есть этих годов машины там, это всегда долгая продажа, и некоторые машины, они висят там месяцами в объявлениях, и это совершенно нормально. BMW примерно такая же картина. Я обращаюсь сюда, потому что очень много материала, ну, не могу запомнить все, но тем не менее, единички, причем X1, первая серия BMW, в чем их проблема? Машина дорогая, вот единичку видели, но при этом маленькая, и вот отдавая там миллион, миллион двести, миллион триста за единичку, вроде как ты в BMW, да, вроде у тебя и значок BMW, и она едет у тебя и управляется, ну, это единичка, она маленькая, и не так много людей, которые хотят на нее, и клиент, знаете, какой на единичке всегда, то есть мужик себе вот такой, ну, хотя при всем уважении, может, кто-то из вас вот такой мужик здоровый, и катается на единичке, но обычно это, или маленький мужик, такой, как я, а скорее маленький, он хочет восполнить свой комплекс неполноценностей, купить себе большую машину, но это не точно, но обычно это девушки, а девушки, знаете, как смотрят эти машины? Они приходят и говорят, ой, царапинка, все, не, брать не буду, все, царапинка, не, мне не нравится, я пойду искать без царапинки, приезжает в какой-то автосалон, и ей там впаривают без царапинки, но зато со скрученным пробегом и с пятью ДТП. Дальше, BMW, четверки, шестерки, семерки, вот четверки, шестерки, они не совсем понятные, они вроде и не троечка, да, вот четыре модели, вы много их видите? Я тоже немного. Есть любители, понятно, но это вот не поп масс автомобилей, или масс поп, как их правильно, шестерки, они, их, в принципе, любят, шестерки, но любят, опять же, или очень хорошие, или очень хорошие. Хламную шестерку, я не знаю, куда вы с ней вкиснете, будет она у вас очень долго висеть, хотя, может быть, какие-нибудь залетные пацаны из деревни заберут у вас. Семерки, это вообще отдельная история. Семерки бывают разные, черные, белые, красные. Есть семерки с моторами 4.4, если она нигилизованная, старая, уставшая, это памятник, который вы оставите внукам, но зато о вас будет долго помнить. Я не знаю, насколько вам это надо, но, я думаю, не особо. Z-серия. Z1, Z3 и вот Z-точки. Прикольная тачка, погонять на выходных, все здорово, но на перепродажу, особенно, знаете, в чем проблема? Люди за них хотят всегда дорого, потому что они-то покупали эмоции, но они не понимают то, что эти эмоции не хотят все испытывать, потому что не всегда это очень положительный спектр эмоций. И эти эмоции, ну, они пытаются потом продать дорого. И очень долго и трудно до них доходит то, что когда другие покупают, они не хотят платить за их эмоции, да, тем более они уже поездили, не всегда эти машины обслужены хорошо, то есть зачастую это машины, которые катают и не вкладывают. Дальше. X5, X6. Игорь, камон, X5, X6 это пирожки, я согласен с вами, друзья. Дизель, X5 это, конечно, пирожок. Но сейчас речь пойдет о других, X5M или моторы 4.4. Вот, допустим, X5M, это та история, это дорого, это неоправданно. Вот смотрите, для чего М-ка? Ее, вот первые 100 тысяч, ее по-любому покупать, чтобы на ней сжиганить, отжимать ее, именно, ну, вот по технике, все. Это машина, которая на 100 тысячах уже, скорее всего, отъездила. Их продают вот там 200 тысяч пробега, 300 тысяч пробега. Вы понимаете, что там за моторы, что там за машины? И в эти деньги, в X5M, легче купить X5 дизель. Она ехать будет нормально. Ну, конечно, не будет как М-ка. Но, с другой стороны, я вам скажу, М-ка, я ездил просто вот на М, на АМГ, вот в Мерседесе, МЛ. Ты на нем едешь, чуть придобил, он у тебя постоянно рвется куда-то. В пробке, в Москве где-то. Это рваная езда, она неприятна. И поэтому на нем вот за неделю-две устаешь от него, хочется более плавной езды, более умеренной какой-то, да, отдачи от автомобиля. Поэтому эти машины, они очень сильно на любителей. И плюс к этому, по этой цене можно купить дизельную версию, там, BMW и радоваться жизни. И серии вот i3, i4, i5, это вообще для программистов Москва-Сити, ну, фреш, самокат, BMW i-серия. Конечно, там есть свой потребитель. Я-то не имел дела с этими машинами. Ну, не имел, потому что, первое, да, потому что их очень-очень мало. И те, кто их покупает, они там их как-то, ну, продают среди своих. И объявления там, я думаю, рассчитаны на своих. Ну, поэтому, нет, конечно, ребят, если у вас есть деньги, и вы там хотите заниматься i-серией, BMW, это очень круто, дорого, богато. Сто процентов, ну, флаг вам в руки, у вас все получится, значит, все круто. Я не спорю. Но именно в таком потребительском сегменте, где вот у вас миллион-два-три рублей, ну, скорее всего, вы туда и не полезете, в эти машины, поэтому так это к словцу было. Следующие машины – это Mercedes. GL, старенький, 4.7, уставший, необслуженный, на который не хотели тратить деньги. Вот это будет висеть. Конечно, более свежие GLS, на дизеле, да, они более-менее будут продаваться. A-класс, робот. Вот машины до 400-500 на роботе, и в том числе и A-класс, они более-менее продаются, так как машина недорогая, и тем более Mercedes, а у нас все, у кого не очень много денег, хотят Mercedes. А если миллион, миллион триста, полтора и выше A-класс, это спорная позиция, так же, как и BMW-1, об этом мы уже поговорили, кстати. BMW-1 и Mercedes A-класс в ту же топку, потому что, смотрите, машина небольшая и дорогая. И вот тут, ну, у человека на чаше весов, может быть, купить какой-то попроще D-класс, какой-нибудь, может, Volkswagen или еще что-то, да. Ну, вот Mercedes A-класс более, ну, дорогие, посложнее идут. Следующая позиция – это Mercedes R-класс. Машина спорная. По какой причине? Смотрите, это такой же минивенчик, да, то есть, кто берет? Семейные люди. У семейных людей, особенно, когда речь идет о многодетных, денег, и так, понимаем, не у всех много, а точнее, мало у кого много. Ну, вы поняли, да, то, что деньги уходят на детей. И когда появляется в семье Mercedes, люди понимают, что это не совсем целесообразно, и поэтому его берут только любители, которые вот понимают в нем толк, а те, кто не понимает толк, они его не берут, ну, что логично, в принципе, я вообще заметил, у меня с логикой все в порядке. Но вы поняли, что Mercedes R-класс, перед тем, как брать, первое, или это очень живой, прям настолько живой, он живее всех живым должен быть, то есть, чтобы наравне с вашим не было никакого там в объявлениях, или прям вы любитель, и понимаете, кому вы будете его продавать. А если так чисто схватить, я помню, у нас был, продавали мы его долго достаточно, но нашелся любитель. И продали, ну, не прям в большой плюс, но в какой-то там 1050-70 или около 100, может, заработали. Ну, хотя нормальный плюс. Конечно, в Mercedes можно много еще, наверное, приписать каких-то таких машинок, ну, допустим, тоже Smart, да. Опять же, позиция спорная, то есть, продавать ее там вверх рынка или в средний рынок достаточно тяжело, потому что, опять же, ну, не так много желающих. Но в тот же момент всегда находятся любители. Я, на самом деле, люблю неликвидные машины, чтобы это сейчас не звучало как «это не надо покупать». Я бы с удовольствием любую из этих машин купил для перепродажи. Но так как там достаточно специфическая аудитория, и не для всех это подходит, ну, вообще, такой формат, да, заработка, что покупать неликвид. Но мне нравится работать с такой аудиторией, которая покупает как раз машинки неликвидные, потому что они, ну, зачастую покупают на эмоциях. То есть, если Prior уберут на последнее, то Mercedes, допустим, Smart какой-нибудь, ну, не Mercedes, вы хотя одно и то же, да, по сути, Smart какой-нибудь, берут на эмоциях, потому что, о, прикольно, буду парковаться поперек. Следующее – это Volkswagen. Такие машины, как Faiton. Faiton – это сложная позиция, их очень мало вообще, если посмотрите в продаже. Машина такая, ну, сложная и технически сложная, и дорогая, и запчастей мало. Ну, прикольная, да, большая, красивая машина такая, представительская, можно сказать, наверное, отчасти. Но спорная. Короче, из-за того, что их мало, покупать надо очень осторожно. Сирока – прикольная тачка, у нас была Сирока. Знаете, это не то, чтобы прям не ликвид, на них есть любители, и причем немало любителей, и хорошо звонили, спрашивали, но Сирока, их живых практически нет, потому что для кого машина? Правильно, для пацанчиков, которые любят отжигать. Соответственно, много машин, там уже отжатых, и чтобы найти хорошие Сирока, или, как его, Сирока, да, по-моему, как-то еще по-другому там называли, ну, короче, Сирока, я их называю Сирока, маленький Volkswagen трехдверный, чтобы найти живого Сирока, их очень мало, и, скорее всего, не получится, и у вас будет, скорее всего, хламный, и вы будете с ним висеть. А если вы нашли живой, спору нет, да. Тут, понимаете, очень тонкая грань между неликвидом и ликвидом. Он сегодня не ликвид, ну, в плане состояния, но если вы нашли такой же, но очень живой, то, соответственно, это уже максимально превращается в ликвид. И следующий Volkswagen, это Golf на DSG. Вот если Golf на автомате, окей, механика, окей, DSG, тут не то, что он прям неликвидный, но это такая позиция, где у вас будут первые вопросы, мехатроник сцепления меняли, вы такой, да, меняли, к дилеру поедем, на этот, хорошо, сейчас дилеры ушли, потому что упростила задачу, к дилеру да поехали, только их нет нормальных, ну, можно там в клубный сервис какой-нибудь. И поэтому Golf на DSG, это всегда продажа долгая, такая иногда кропотливая, в том смысле, что надо какие-то заказ-наряды собрать, там, типа, то это менял, это менял, это менял, хотя, в принципе, на самом деле, я считаю, что это неплохая коробка, и на них ездят, и вполне себе свои, там, 100, 120, 130 тысяч, она отхаживает, потом поменял сцепление мехатроника, катайся дальше, все, вопрос закрыт. Opel, Antara, Insignia, Meriva, Zafira, Mokka, давайте разбирать. Итак, Antara, Antara, мало чего могу сказать, вообще, по-моему, даже их не было, но помню, у кого были, у ребят, это постоянно какой-то висичело. Опять же, ребятки, друзья мои, я не устаю повторять, это не значит, что все вот подряд, вопрос цены, понятно, иногда и Antara быстро продается, и сейчас, при нынешнем рынке, это прям, конечно, пирожок. Ну, как не пирожок, это, ну, продаться, точнее, я оговорился. Но, вы должны понимать, Antara, допустим, или Astra, вот Astra, это, ну, на нее будет очередь у вас из людей, желающих купить, если это хорошая Astra. А Antara, тут будет постоянно какие-то сомнения, а коробка как, у них слабые коробки там, да, а как, не знаю, мотор работает, хотя пиля, это всегда куча вопросов. Следующая, Insignia, вот, тут интереснее. Смотрите, Insignia, это такая машина, у них есть компоновки, насколько я помню, допустим, дизель, если это небольшой пробег, дизель, универсал, в комплектации, там есть любители, желающие, потому что, действительно, комфортная машина, на коже, да, налоговая, дизельный, более-менее надежный мотор, окей. Есть, допустим, Insignia, по-моему, налоговая, полный привод даже, огромный расход, еще какая-нибудь красная, ну, я помню, у меня у товарища была, это сложная позиция, так как, представьте, и полный привод, и налог, и расход, еще и Opel, и куча-куча новых. Короче, вот Insignia, это всегда набор составляющих, чем больше плюсиков Insignia, тем она проще продастся. У нас однажды была Insignia, которая стояла полгода в сервисах, мы ее не могли починить, потому что у нее накрылись мозги, и мы ее таскали по сервисам, потом через полгода, в прямом смысле слова, только починили, хотя машина была в остальном хорошая. Поэтому у меня к Insignia всегда такое отношение очень спорное, и я, когда мне предлагают на выкуп, да, еще раз повторюсь, что такое выкуп, это когда вам звонят по объявлению, по объявлению по выкупу автомобиля, по рекламе, мы, кстати, это делаем все под ключ, ссылочки будут в описании, если вам необходимо заказать настройку, да, рекламных компаний по выкупу, и когда мне звонят по выкупу по поводу Insignia, то я всегда прям смело говорю цену гораздо ниже рынка, то есть там на 100, не знаю, 200 тысяч рублей, смело прям, а потом уже будем разбираться, если человек согласен, то окей, давайте обговаривать, а если нет, то и хорошо. Следующее, это Meriva. Meriva такая позиция, знаете, ну не то, что прям вообще не ликвид, но всегда вот какой-то, знаете, она и ни туда, ни сюда. Хотя у меня, опять же, недавно у товарища была, и вроде как хорошо продал. Там, ну, у него был один хозяин. И Zafira. Zafira, у меня, помню, Zafira была. Я на ней ездил в Ростов-на-Дону на этой Zafira с убитой подвеской и на автомате, который тоже был под вопросом автомат, по-моему, да, автомат был. И Opel, если он на автомате, очень хорошо всегда, смотрите, автомат. Механика, ну, еще более-менее, ну, у них механика более крепкая. Opel Moco, тоже все мои воспоминания о Moco, это убитый почему-то автомат. Я не знаю почему, но очень проблемное место. Опять же, Moco, небольшой паркетничек, его любят девочки. И очень узкий сегмент девочек, которым мужья говорят, Opel не надо покупать. И представьте, вы его будете продавать. Следующее, это Citroёn C1, C2, C5. C5, это, по-моему, если не ошибаюсь, там у них какая-то сложная подвеска, точнее, дорогая пневма. Saxo и еще вот всякие непонятные Citroёны, которые один на всю Россию. И человек его любит и лелеет, и говорит, эта машина должна стоить дороже, чем, не знаю, все остальное дороже рынка. Вообще, Citroёны можно все, на самом деле, засунуть. С одной стороны, кто-то скажет, там, да, всех французов в топку не ликвид. Но если мы берем альтернативу, например, ну, не альтернативу, а такие антагонисты вот этим Citroёnom, типа, C4, хороший Citroёn, почему нет? C3, например, тоже продается неплохо. Вообще, заметьте, на самом деле, параллель такую. То есть, Citroёn C1, BMW 1, Mercedes A-класс, это все малолитражки, и вот они ни туда, ни сюда получаются. То есть, на них не так много людей, ну, хотят, да, ездить, потому что машинка маленькая, а зачастую еще люди хотят за них недешево, потому что они ценят, любят эти машинки, и, соответственно, машина так себе ликвидная. И между модельные вот эти, то есть, смотрите, C1, C2, то есть, допустим, C3 более-менее, потому что это такой B-класс, да, грубо говоря, C3, C2, ни туда, ни сюда. Это и не малолитражка, но и не B-класс. C4, это C-класс, да, полноценный такой, ну, более-менее полноценный. А вот C5 уже непонятно. То есть, это вроде и D-класс, но, блин, он сложный, хотя их, я знаю, вот опять же, так, так, стоп, стоп, я понимаю, есть любители, которые сейчас мне напишут, Игорь, ты что, C5, это вообще очень комфортная машина, не спорю, не спорю. Но мы сейчас говорим о перепродаже, и вот C5, это при всем ее комфорте, это спорный вариант, потому что вот этих любителей комфорта очень мало, ну, такого комфорта с расходами такими. Peugeot, тут такая же история, что и Citroën. 107, 207, 307. То есть, как и C1, C2, C3, да, условно говоря. Здесь то же самое, хотя C3, кстати, у Citroën даже, наверное, получше будет, чем там Peugeot 207. Хотя, опять же, одна, честно говоря, лавочка. 107 маленькая, 207 непонятная, 307 это машина с проблемной коробкой. Вот если 308 ликвид, Peugeot, потому что там коробка более надежная, там комплектация есть интересная, из панорамы, она более уже такая современная машина. 307 у нас была, машина проблемная, коробка сразу же упала в аварию, через там два дня после покупки. Ну, я не говорю, что у всех так. Есть люди, конечно, кто ездит, но в основном это вот машина с вопросами. То есть, да, если еще, тем более, мы говорим какие-то старые года, поезженная машинка, то это машина с вопросами. 408 Peugeot спорный вариант, немногие любят, и 508 тоже непонятная. Короче, вот давайте так, французы, они вообще непонятные особо для нашего, да, российского менталитета. Это такая машина всегда, вот, да, Peugeot, Renault и там Citroën, это спорные варианты. А тут еще и среди вот этих непонятных вариантов есть еще более непонятные, когда вот эти междумодельные, какие-то малолитражки и очень такие сложные истории. И следующее, как вы думаете, ну, конечно же, Renault. Renault Arcano. Captur, который, по-моему, идет, то ли там вариатор, если не ошибаюсь. Короче, у нас был Captur, там идет две коробки. Одна нормальная, автомат, а другая непонятная. Я забыл, какая, короче. Вот смотрите, чем, короче, чем француз более понятный и простой, тем лучше. Вот Captur это... И вообще, честно говоря, я не очень понял Captur. На самом деле, машина непонятна для кого. Она то ли для девочки, то ли для парня, но непонятно, какого парня. Эргономика внутри вообще мега неудобная. То есть там, чтобы поставить подстаканник, который закрывает у тебя там прикуриватель розетки остальные, который вообще непонятно, как стоит. Плюс у тебя непонятные магнитолы. Ну, короче, у тебя все непонятно в этой машине, начиная у технической части, заканчивая ее вот эргономикой внутри. Поэтому Captur я лично не понял и считаю, что это машина прям сложная и в продаже. И я не понимаю клиентов, кто берет Captur. Calleus тоже самое. Scenic, вот здесь история двоякая. Если, допустим, хороший Scenic в хорошем состоянии, в хорошей компоновке, то да, допустим, у меня один из товарищей, я видел Scenic, у него на дизеле и очень там старенький, он привозил откуда-то его за границы, но он ухоженный, хороший Scenic, он прям нарадоваться не может. Говорит, это лучшая машина, которая у меня была. Она едет, она и маленький расход, и надежный, и все. Но если Scenic переходит грань в хламный Scenic, это все, вы его будете реанимировать очень дорого, долго, и, скорее всего, вы его не вытащите с того света, потому что это машина, которая, если она начала умирать, вот сыпаться, то это жесть. И еще я сейчас вспомнил одну машину, мы покупали, помню, Renault Space. Эта машина, мы за ней ехали куда-то там, в не Владимирскую, короче, в Орловскую, куда-то вот область, я уже не помню, туда куда-то, Белгород, Орел, вот эта сторона. Ночью мы ехали за ней, там, приехали под утро, такие страдания были с этой машиной, вроде купили, машина неплохая, и мы ее продавали так долго, то есть тогда, когда машины продавались два-три дня, там, или неделю максимум, это уже считалось, висяк, то Scenic у нас, ой, Space у нас продавался, там, сейчас, не знаю, полгода или там, месяцев восемь его продавали, ну, на то время, и эта машина, знаете, она, ну, она смешная, она непонятная, то есть у нее куча электрики, так же, как и у Scenic, вот эта, да, вся панель, у нее постоянно летят какие-то блоки, какие-то ошибки, какие-то проблемы, то есть это машина, которая, знаете, у меня по ощущениям, вот Рено, они, вот в Scenic, в Space, вот в это поколение машины, с этой панелью прямой внутри, где табло с электро, всеми этими, да, штучками, они как будто бы не по времени решили впихнуть туда вот эти, вот эту всю электронику, грубо говоря, то, что сейчас в китайцах, да, более-менее еще это работает, и работает нормально, да, эти все системы, там, куча всяких датчиков, электрики, это, ну, не глючит, они впихнули там в 2005 год, когда еще это не было доработано хорошо, куча разных блоков, и они выпендрились, но потом тебе с этим жить, и вот с этим жить очень сложно, когда машина 5, 6, 7 года, а продавать это, когда к тебе приезжает клиент и говорит, блин, а что за ошибки, а что ключ, а что ключ там плохо видит, а почему у нее это горит, это горит, АБС, подушки и так далее, и причем это все загорается, не потому что она, ну, там, плохая, потому что просто где-то проводочек отошел, где-то контакт отсырел, где-то перетерлось что-то, и это все начинает загораться, и вот с этим потом вам жить, продавать, и это какая-то жесть. Land Rover, вы сейчас, наверное, подумаете, о, тут есть о чем поговорить, сейчас, понятно, куча хейта будет в сторону Land Rover, но на самом деле не спешите, подождите с выводами, во-первых, я перепродавал ранджи разные, и Discovery, и не Discovery, и Sport, и так далее, и знаете, вот в чем парадокс, у меня бывало, зависали, вот допустим, сейчас у меня там Elantra стоят новые, и они нафиг никому не нужны, казалось бы, новая машина, 1.5, понятно, мотор спорный, но она более-менее надежная, по крайней мере, в сравнении с Land Rover, но знаете, я бы лучше сейчас продавал какой-нибудь Land Rover, Range Rover, неважно, Discovery бы, старый, даже подубитый бы, но на него всегда находится клиент, вот как это парадоксально не кажется, но если мы отделим сейчас, как говорится, козлов от овец, то там есть моторы, которые не любят, то есть там 4.4, моторы Land Rover, которые, есть мотор Ягуаровский, его любят, вот это надежный мотор, мотор дизельный 3.6, хотя спортный, я понимаю, есть лагерь, который говорит, да нет, дизель 3.6, это жесть, там если что-то сломается, вообще не найдешь причину, но у нас, кстати, так и было, у нас начал дымить, мы не могли понять, хотя косвенно понимали, что скорее всего, какие-то микротрещины в блоке, и там все, конец ему, но так как он был вроде после капиталки, причем которую мы делали, в смысле в сервисе, мы не хотели в это верить и всячески принимать, ну ладно, другая история, как мы попались с ренджровером в минус 300, но было также масса других ренджей, на которых были и плюс 300, плюс 100, плюс 200, хорошие заработки, давайте подытожим, вообще вся линейка, там ренджровер, спорт, обычный рендж, дискавери, эвок, вок, и вот все, что туда не коснись, дефендер, какие-нибудь там джиперские истории, там везде надо разбираться, то есть нельзя всех поданту гребенку, что о рендж ломается, ну его нафиг, слушайте, есть ренджи, и люди на них годами ездят, кайфуют, игрят в жизни, ни на что не променяю, и если будет хороший, с удовольствием куплю, там обновлю, следующий модельный ряд и так далее, если речь идет о хорошем моторе, хорошей комплектации, хорошем состоянии, но если все эти показатели, которые я назвал, мы берем со знаком минус, то есть минус хороший мотор, минус хорошая комплектация, состояние пробега и хозяева и так далее, то это все, это памятник, с которым вы будете жить, не дай бог, если он у вас начнет сыпаться, как у нас, да, там периодически это бывало, то коробка в аварии упадет, то там мотор надо чинить, то считайте, что вы из перекупа переквалифицировались в сервисмена, работника, вы становитесь водителем ренджровера, короче, вы начинаете кататься по сервисам, это прям печаль, беда. Следующие машины, это Porsche, Cayenne, Macan, Panamera, и тут смотрите, какой момент, конечно, вообще, на самом деле, Porsche делится на ликвидный, неликвидный, и это будут одни и те же модели, объясняю, чем свежей Porsche, и с лучшим мотором, то есть, например, дизельный, свежий какой-нибудь Cayenne, Macan или Panamera, она продастся хорошо. Если Cayenne старый, мотор, который с задирами идет, я не помню точно какой, но почитайте, ну, то есть, чем старше Cayenne, Macan, или, неважно, вот, чем он старей, тем это более висековая позиция, потому что там уже выходит из строя электроника, мотор, коробка, и вы начинаете с этим памятником жить, и непонятно, куда продавать его, хотя, кстати, раньше машины эти хорошо продавались. Давайте перейдем к японцам. Хонда, начнем с нее. На самом деле, у Хонды много моделей, как, так же, как и у Toyota, если вы откроете список моделей, да, то вы поймете, то что там, ну, реально десятки номинований, малоизвестных, многоизвестных, там, Одиссей какой-нибудь, Хонда Легенд, и много-много всего, ну, и вот, в каждой части нашей страны, так или иначе, где-то больше популярностью пользуются те или иные Хонды, а где-то менее, ну, например, праворуки микроавтобус, где-нибудь во Владике, ну, это топ продаж, я думаю, там, то, что до Урала, вся восточная часть страны, западная часть страны, ну, я имею в виду, Москва, уже Питер, вот, да, такие большие более города, тут сложнее, потому что правый руль берут неохотно, какой-нибудь X-Trail праворульный, хотя вроде бы X-Trail, казалось бы, ликвидная машина, да, ну, сейчас не про Nissan, а я имею в виду образно, ликвидная, но правый руль дорого, например, какой-нибудь Honda Pilot налоговый, тяжело идет, хотя в тот же Honda Pilot рестайлинг до налоговый идет лучше, также я бы сюда приписал Honda N-Box, малолитражки, праворукие, которые не дешевые, потому что Honda не дешевые автомобили, но они, ну, не то, чтобы никчемные, но они просто, представьте, там, в большом городе, какой-нибудь N-Box, если он еще в комплектацию, у него товарища был, миллион, там, рублей, ну, сейчас уже, наверное, больше миллиона с новыми ценами, но, миллион плюс рублей, маленькая машинка, праворукая, ну, тоже так себе, поэтому тут все будет зависеть от части страны, где вы берете, но вот такая всегда сомнительная, короче, давайте запоминаем, чтобы не перечислять эти десятки малоизвестных моделей, если это налоговая Honda, если это правый руль, и вы в западной части страны, если это маленькая машинка, и стоит она до хриллярд, потому что, ну, не то соотношение, то есть стоит дорого, а машинка маленькая, вы платите много денег за мало, за маленькое количество машины, вот это все будет менее ликвидное, но хотя Honda, на самом деле, я вот сколько помню, не было такого, что Honda зависла и не продается, то есть, Honda это какой-то, не знаю, как сказать, это какая-то, блин, комьюнити людей, которые покупают их в любом случае, даже если это какие-то очень странные позиции, Lexus, гибриды, RX, CT, хотя, спорный момент, насчет их ликвидности, хороший Lexus продастся, даже там гибрид, но это всегда машины, которые просто под вопросом, там надо смотреть состояние батареи, всего прочего, и люди у нас неохотно берут, тем более, если это с севера, хотя, опять же, и там берут, но, понимаете, Lexus, это вообще, что касается японцев, это трудно говорить о неликвидности их, потому что там всегда находится клиент, но если уж все-таки мы говорим, гибриды, GS старый, у них есть проблема с пятым цилиндром, на удивление, машина вроде классная, все там, ее все хотят, но мало кто покупает, потому что доходит дело, ой, а у вас как там этот пятый цилиндр, ой, коробка, не коробка, и вот, ну, вот какая-то возня начинается, и тут машина такая, она и ликвидная, и местами можно с ней вкиснуть нормально, и старый какой-нибудь LS, древний, потому что это большообъемная машина, это старый Lexus, какой бы он ни был надежный, но все-таки это уже динозавр, который, скорее всего, будет лежать на пузе где-нибудь во дворе, и сложно продаваться, Mazda, тут все интереснее, CX-4, это непонятная машина, это не до CX-5, и не CX какая-то еще меньшая, ну, короче, это реально непонятная машина, я не знаю, кто их покупает, наверное, кто-то берет, но очень мало, CX-9, это кабан, который большой, с проблемным мотором, и машина ни туда, ни сюда получилась, она вроде как прикольная, большая, но такая спорная, CX-7, это проблемный автомобиль, турбина, цепи, я имею в виду старые CX-7, ну, хотя, не знаю, новые, я там, не знаю их, но вот старые CX-7, это, короче, проблема, и братья их особо не хотят, RX, не Lexus, Mazda RX, это роторный мотор, геморроидальный, вообще, геморроидальная ситуация, когда он ходит 100 тысяч, ну, опять же, это легенда такая, то, что до сотки ходит роторный мотор, я в нее верю, потому что, это, мне кажется, машина не совсем гражданская, то есть, это машина для любителей в сервисе, берут любителей клубные сервисы всякие, и предлагали мне на выкуп, это всегда цена прям сильно ниже рынка, и вот разные, смотрите, есть такие Mazda, которые старый какой-то Xedox, вот даже я выписал, я помню, их предлагали частенько раньше, вот какие-то такие непонятные Mazda, которые сгнили, уже никому не нужны, и люди такие, типа, нет, мы там хотим в три цены, ну, нет, такое не продается, это все стоит во дворе и гниет, дальше, Mitsubishi, я записал талант, ну, Галант, конечно же, Галанты, американские, старые Галанты, более свежие Галанты, Галант такая, она вроде, знаете, как бы, она комфортная, вот первое впечатление о Галанте, она комфортная, большая машина, но отзывы потом, такие у людей, хотя сейчас я понимаю, ну, да, сейчас Галантоводы скажут, ты что, да, мы любим эту тачку, понятно, везде есть, знаешь, как говорится, в семье, да, не без Галантовода, но отзывы потом, что, блин, купил Галант, он низкий, особенно, если ты где-то в регионе, вот зима, да, расход топлива, американец какой-нибудь, ну, короче, то есть, такая машина спорная, плюс, вообще, Митсубиси, они аскетичные, они не очень комфортные, какие-то лухари, там, Барвиха, Виллдж, нет, это достаточно простые машины, Митсубиси Эклипс, она не едет, ну, я не видел, чтобы она ехала, но люди в нее верят очень сильно, когда покупают, потому что, блин, Эклипс, это в Нитфоспид машина была, ты такой, ты крутой, но потом, когда ты садишься, понимаешь, это Митсубиси, она такая дешевенькая, нифига не едет, и потом, ну, они продаются, знаете как, это продается, но это вот, надо всегда смотреть, насколько эта вся история интересна. Nissan Note, Tiida, но вот поликвиднее, Tiida посложнее, в плане ликвидности, не очень любят их, вот, причем, казалось бы, машина надежная, все классная, хорошая, но из-за того, что, то ли внешне она так себе получилась, то ли что, ну, короче, вот Tiida прям сложно идет, лучше тогда Note, если выбираете, хотя, и та, и та не очень ликвидная. Nissan Juke, на вариаторе особенно, ну, механика вообще такое себе, да, получается, то есть, женская машина, ну, на механике, я не знаю, вообще есть или нет, я думаю, что есть, но я очень редко, по крайней мере, если даже встречал, не помню, правда, но на вариаторе посложнее идет. Следующая, это Nissan Murano, но особенно старый, то есть, у вас старый Murano, на вариаторе на старом, который по-любому будет ломаться, следующая, это рейка, которая там также умирает, и вот Murano, это очень сложная история. Subariki, ребят, тут очень сложные ситуации, потому что у меня были Subaru, и они всегда уходили, то есть, не было такого, что они висели, там, даже вот на вариаторах Subaru, там, Subaru более свежие, даже старые, на механике 1.5, то есть, да, машина, которая, казалось бы, зарекомендовала себя, как спортивная едущая, все круто, все классно, но по итогу, там, есть комплектации такие, достаточно простые, вот они идут посложнее, да, но вообще Subariki идут, есть, конечно, позиции, смотрите, очень такие на любителя, да, которые там масложерные, моторостучащие, где, ну, прям вот будут приезжать Subarist, и если, не дай бог, вы по незнанке схватили такую, а у нее уже мотор подходит, или Carabas, и так далее, то там ценники очень недешевые на их ремонт, и поэтому просто смотрите внимательно, у меня вот один товарищ, помню, у нас работал парень, он купил себе такую Subaru, на эмоциях, и по итогу гонял он на эвакуаторе, на этой Subaru, там ее, не знаю, продавал, потом в минус в итоге продал, вот такая история с Subaru. Toyota Highlander, налоговая, у меня тоже была история, ну, не буду называть кто и как, короче, человек приехал в Россию, из другой страны, до этого занимался перепродажами машин в своей стране, и у него в стране Highlander продавались вообще на ура, ну, это Казахстан, а здесь в России Highlander, это прям висяк, и он сразу купил там 3 штуки Highlander, и они у него повисли, и он удивленно говорит, как же так, это Toyota, да, у нас прадики идут, там Camry идут, а Highlander, вот она прям не зашла, я не знаю почему, всякие, кстати, Corolla на роботе, тоже тяжелая история, почему, Corolla на автомате, ликвид, даже есть такая услуга отдельная, там, в некоторых сервисах, кто занимается этим, да, этим моментом, перестановка именно, ну, замена с робота на автомат, тогда она становится мега ликвидная, а если она на роботе, это такое себе, потому что, казалось бы, да, берут, зачем Toyota, зачем деньги платят за Toyota, чтобы она надежная была, а робот так себе, и следующая Toyota, это старые Toyota, это такие Toyota, которые уже все, Karina, какая-нибудь, Caldina, Calina, вот все вот это, да, старый, ну, все, что Cal, вот это старый, и особенно, когда хозяин, он такой, ну, у меня Toyota, блин, я с ней уже 25 лет сплю, 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 даже, подтверждение, но по факту, это уже Toyota, которая гниет во дворе, стучит мотор, это все, это уже не Toyota, это уже дрова, их, ну, можно брать за какие-то копейки, но они, там, прям сложно с ними все возюкаться и продавать их. Давайте перейдем к корейцам, не суть важна, где они производятся, потому что автопроизводство, сборка, сейчас очень сильно разбросана по всему миру, и все-таки, это, я считаю, корейские по большей степени марки, Deo, Espera, Liganzo, Rizzo, Nubira. Такие модели, а может быть и не слышали, ну, по крайней мере, я думаю, вы их редко слышите, видите, и все действительно потому, что эти машины, и еще можно список продолжить, если вы откроете малоизвестные модели, любой из марок, которые я называл, вы встретитесь с малоликвидными машинами. И в чем сложность? Не в том, что они вообще не продаются, нет, вы продадите, ту же Espera вы продадите, или там, Liganzo старую, продадите, но сложность в том, что люди, кто их любят, они их покупают с душой, теплом, любовью, и они вкладывают туда деньги, и они эти машины ценят почему-то больше, нежели обычные там, да, ликвидные автомобили, они говорят, вот это же Espera, я в нее вложил душу, и это прям вот, ну, мечта любого автовладельца, любителя. Но когда доходит дело до продажи, они понимают то, что оказывается, очереди и желающих купить нет. Хотя, опять же, раз в год и палка стреляет, если вы купите какую-нибудь хорошую там, биру, да, я думаю, что она продастся. Но все-таки, когда их предлагают мне, по крайней мере, на выкуп, Кона Стария i30, по порядку, Грэнджер, кстати, крутая тачка. В Корее, Южной, она очень хорошо зашла, и многие корейцы удивляются, они говорят, у нас вот на экспорт берут все что угодно, там, Спортажи, АХ-35, эти, Санта-Фе, там, всякие, Палисады и все прочее, но Грэнджеры вообще крайне редко берут. Говорит, почему так? А я понимаю, потому что Грэнджер, он очень, ну, непонятный. Он и не туда, и не сюда, как бы, то есть это не Оптима, у нас, вот знаете, по классике любят, у нас любят там Солярис, Оптима, ну и все, да, по сути там, ну еще какие-то, вот есть народные любимчики, да, вот и все. И Грэнджер просто в них не попал, хотя тачка, по своей сути, прикольная, она, мне кажется, даже по, наверное, роскошнее, чем Киа Оптима. Следующая, Галопер, тут мало что могу сказать, у меня их не было, и машина тоже, ну, такая на любителя. Кона, кон очень мало, там есть и электрички, есть и на механике, и так далее, ну на механике, кстати, очень редко, вот не так, ну как не так давно, несколько месяцев назад, мне предлагал человек кону, и кону на механике, вот взять саму по себе концепцию, маленький паркетничек, прикольно, все классно, машина интересная, но фактически, машина очень, ну, своеобразная, странная на любителя, и поэтому тут такая палка о двух концах, то есть с одной стороны, она интересная, но так как их мало, они специфичные, и еще учитывайте, что когда машин мало, из-за частями-проблема, и поэтому коны тоже так себе зашли, хотя, в принципе, потенциал там хороший был изначально, но опять же, как хороший, это маленький паркетник, который стоит не дешево, а он маленький, вот тоже вопрос, стария, машина красивая, классная, они даже продаются, не скажу, что она прям дико неликвидная, но она под очень узкий сегмент людей, объясню, например, люди, которые готовы отдать за автомобиль несколько миллионов рублей, не знаю, 4, 5, 6, 7, там, да, все зависит от комплектации, пробега, состояние, новое, не новое, это достаточно, ну, богатые люди, и богатые, ну, как богатые, понимаете, понятие богатые растяжимое, для кого-то 5 миллионов, это как фантик, а для кого-то 5, это, блин, всю жизнь потрачить надо, поэтому давайте, ну, образно богатые, то есть люди, у кого есть 5-7 свободных денег, это люди, которые хотят, ну, какой-то комфорт, какой-то бренд, какую-то марку, да, они могут там и кредитнуться еще на пару лямчиков, потому что старая, она и не попадает в бюджетный сегмент, это не микроавтобус за 2-3 миллиона, таких вообще, наверное, мало сейчас, но тем не менее, да, это не про это, и сильно дорого не попадает, это не какой-нибудь Мерседес на максималках, там, кожаные салоны всякие, там, да, и плазмы, там, мониторы и так далее, то есть это такое, что-то среднее, и вот этот средний сегмент, он очень такой противный иногда, то есть там люди, вот они хотят вроде как поэкономней, но и вроде, чтобы было максимально круто. Следующая, это i30, i30 ни туда, ни сюда машина, это и не Solaris, и не Optima какая, тупо это сейчас про Hyundai речь идет, но я образно говорю, да, вот она тоже такая между машинами получилась, ну, у нас были i30, всегда почему-то они продавались тяжело, хотя, опять же говорю, тяжело, что в моем понимании тяжело, сейчас такой рынок, они продадутся хорошо, вот эти даже все машины продадутся, если по адекватной цене, нормально, хорошо, а вот, а в тот рынок старый, ну, лет 5-7-10 назад, ну, тогда они продавались сложнее, Kia K7, K9, машины для корейского рынка в основном, крутые тачки, реально классные, я катался на, по-моему, K9, если не ошибаюсь, вообще роскошная, премиальная машина, большая, все здорово, но для российского рынка не зашла, какие-то из них налоговые, по-моему, даже обе, ну, там моторы разные, если надо смотреть, но получается, что она, опять же, не совсем в бюджетный класс помещается, а те, кто хотят какой-то премиум, роскошь, они все-таки не Kia покупают, они покупают BMW, Mercedes или еще какие-либо машины, а тут получается, что она и не простая, как K5, да, или Optima, а и все-таки она такая большая, спритендент на роскошный автомобиль и по цене тоже не дешевая. Kia Sportage, именно бензиновая версия, 2 литра бензин с задирами по мотору, вообще машинка классная, у меня самого Sportage, у меня дизель 2-литровый, на них задиров, внимание, не бывает, и не надо мне писать, то, что Sportage с задирами, у меня дизель 2 литра, не задиристый мотор, но у дизелей тоже есть ликвидный, нет, допустим, 2 литра на 8 ступки, там, или даже предыдущее поколение, более-менее нормально, я, честно, не могу сказать, что прям мега ликвидный, но пойдет, то есть, 1.6 на роботе, спорный вариант, потому что робот, у нас вообще робот не приелся, тем более корейский робот, люди боятся, и дизельный мотор 1.6, ну, все-таки ты покупаешь дизель, дизель за крутящий момент, чтобы он ехал, а у тебя получается дизель 1.6, он и не едет, ну, как едет, ну, не особо едет, то есть, ну, понимаете, 2 литра интереснее едет, и плюс еще робот, ну, такое себе, и есть еще одна позиция, которую я не очень люблю, мы с ней обжигались, и попадали, это сорентики, старые сорентики на дизеле, именно рамные, то есть, старый дизель сорента, кстати, и на старексах, старые дизели тоже проблемные, но на сорента, это прям, вот, мы сколько покупали, у нас всегда было, было две болячки, первая, это умирал дизель, то есть, в ТНВД, там, форсунки, вот, последний какой-то геморрой, мы его чинили, прям делали капиталки на этих дизелях, и вторая болячка, это нечитаемый вин номер, то есть, ты пока чинишь мотор, потом понимаешь, блин, там вин номер точно же не читается, и у тебя такая вдвойне депрессия, и вообще ничего не хочется делать, и потому это две позиции, которые я прям вообще не очень люблю, Санг Йонг, само название говорит о том, что вы его хрен продадите, Экчен, Экчен, Экшен, Эктион, его как только называют, не важно, не важно, как его ты назовешь, важно, что он будет у тебя стоять во дворе, и не продаваться, Истана, я даже не видел таких, не знаю, хотя, наверное, тут сейчас найдется один, который напишет, ты что, офигелый Истана, я же ее за три дня продал, нет, я не продавал, не знаю, и знать не хочу, вот Мусо, так себе, Рекстон, нормально идет, кстати, вот Кайрон, Рекстон, две позиции, у Санг Йонга более-менее, все остальное, Тиволи, Торрес, вот и Истана, Кистана, и вот все, да, Катана, это будет висеть, где-то ломаться, где-то висеть, и будете всегда потом падать в цене, чтобы его продать. Ну что, давайте будем уже заканчивать наш топ, не ликвидачек, и следующее, это Америка, ну, пускай будет Америка, назовем ее так, потому что там, конечно, все намешано, но тем не менее, Ford, C-Max, Kuga, Экоспорт, Маврик и Escape, по порядку, C-Max, не то, что вообще не ликвид, продается, в хорошем состоянии, вполне себе, но всегда такой очень привередливый клиент, мужик, который уже берет не первую машину, семью, они все знают, ну, формы и так далее, сами понимаете, Kuga, это постоянно какая-то проблемная история, то коробка, короче, она сыпется, и, кстати, Ford Focus 3, тоже на Power Shift, это тоже не ликвид, он тоже сыпется, и вот мы недавно перепродали, но человек, который купил, он вот до сих пор его продает, короче, ну, что вы понимали, долго продает, и продать не может, хотя Ford хороший, сам по себе по состоянию, ну, не ликвид, Экоспорт, вообще такая машина своеобразная, ну, маленькая очень аудитория, на нее не сказать, что она супер популярная, Маврик, проблемные коробки, плюс, ну, плюс вообще Маврик, такая, знаете, это старая машина, которая может принести хлопот, Escape, плюс, минус то же самое, что и Маврик, Chevrolet, Коптива, там есть, по-моему, у них, короче, расход топлива, по-моему, даже налоговые есть, если не ошибаюсь, поправьте, ну, не помню всю информацию, но Коптива такая, всегда, знаете, свежая Коптива, более-менее продается, старые Коптивы, они ломучие, тоже так себе, Малибу, история просто не распространенная, не популярная, поэтому Малибу тоже не очень много, Тахо, вот тут спорный момент, идеальный, хороший клубный Тахо, он продастся, найдется клиент, потому что Тахо, в принципе, есть свой сегмент покупателей, но если Тахо ушатанный, вы будете с ним долго висеть, Блейзер, Трейл Блейзер, вот эти все старые ведра, которые стоят, уже гниют во дворах, и там, ну, просто вы запаритесь их чинить, поэтому если покупать, то очень дешево, Chevrolet Epica, опять же, хорошая Epica, она продастся, уставшая Epica, не знаю, почему у нас, по-моему, очень долго зависло, мы не могли продать, ну, но вот, например, если ты какой-нибудь ланцер возьмешь, даже уставший, ну, в принципе, на него там какой-нибудь подсантре найдется, а Epica, это вот, ну, такое, то есть, оно не прям будет это, Cadillac, вот Cadillac, там вообще, вообще, что вы понимали, все, что я говорю, везде много моделей, если вот малоизвестны, они не ликвидные в основном, но вот в частности, CT, SRX, STS, вот, я даже не знаю, как они правильно называются, не потому, что я там не знаю, вот, ну, как-то типа, у меня даже, у нас они были, но, понимаете, Cadillac, вот эти малоизвестные, да, большообъемные, это история больше американская, у нас все, что большообъемное, налоговое такое, есть любители, но не массовый сегмент, вот, кстати, Escalade, он даже более будет ликвидный, чем вот эти все малоизвестные истории, теперь давайте завершу всю Китай, Китай делится на две категории, старый Китай, вот эти Cherry, Амулет, по-моему, да, вот такой старый, там, Alifan, вот эти мини-куперы китайские, они продаются, потому что они дешево стоят, и относительно дешево на них запчасти, хотя не копейки, вот они продаются, на них даже люди зарабатывают, каким образом, они покупают по дешевке, где-то там в регионах находят, везут их в Москву, в Питер, даже так, и продают быстренько, как семечки, по 30, 20, там, 40 тысяч рублей зарабатывают, новый Китай, очень спорная история, не в смысле ликвидности, они, вот, допустим, в Маджаро продаются, окей, более-менее, то есть более-менее дешевая, зикр, он может просто у вас повиснуть, и все, и висеть очень долго, хотя одновремя зикры шли, поэтому Китай вот сейчас новый, это как акции, вот куда ты вложился, вот получилось у тебя закупиться хорошо, и во время там падения доллара, и его продать, и потом, да, на скачке цен, окей, не получилось, ты попал, то есть там очень трудно прогнозировать, вот, Маджаро ликвид, да, ликвид, но они могут так же стоять у тебя, и потому что рынок затоварен этим Маджаро, и поэтому очень Китай относительная история, то есть тут надо прощупывать конкретную позицию, и из-за того, что сейчас их много, там, Preface, Маджаро, там, и можно-можно всего, да, Чинган, и там куча моделей перечислять, плюс кто-то везет по параллельному импорту, кто-то в салонах покупает через кредит, и там такая мешанина, что там просто, вот, ну, взвешивайте сами, я здесь не могу рекомендовать, потому что я сам с этими машинами не успел поработать долгое время какое-то, да, и сказать, вот, да, однозначно, там, если, знаете, хороший Тахо Шевроле он продастся, а мертвый Тахо нет, то здесь я не знаю, хавал, как он продастся, хорошо или плохо, и в состоянии каком, будет брать Китай с пробегом 100, 150, 200 тысяч км, или не будет, я не знаю, поэтому, друзья, вот подытожу я топ такими машинами, вы можете написать, на ваш взгляд, самые неликвидные машины, которые были у вас, это был лишь мой топ, а вы можете свой топ написать в комментариях, будет интересно почитать, все, друзья, всем спасибо, всем пока!